Ну, во-первых, я скажу одно, что в этом году я могу уже, честно говоря, отдыхать. Я сделал две вещи, которые занесены и в мою книгу истории, и в истории России. Я нес паралимпийский огонь на Олимпиаду, я участвовал в референдуме, я отвечал за охрану и оборону одного из ведущих канала. Я уехал туда 12-го числа и возвратился в 21-м. То есть я прошел весь референдум. Конечно, мы выиграли, но давай начнем с того, что не мы выиграли, а еще Екатерина выиграла. И всегда мы всю жизнь знали, что все-таки это российский город, российские земли, российские базы. Но получилось так, что наши правители, по-моему, в 1953 год, когда все-таки зашли в состав Украины, исконно русская земля, однозначно есть понятие уважения, а есть понятие боязни. Я почему-то больше отношусь к уважению боязни. То, что сейчас происходит, мы видим, как НАТО на нас, как американцы на нас. И все-таки, когда видят, что у нас есть Черноморский флот, когда у нас балаклава заставлена нашими подводными лодками, скажу честно, что мне жить как-то становится легче, мне как-то спокойно. Да, конечно, мы выиграли во многом. Во многом. Мы выиграли в здоровом образе жизни. В чем? Огромное количество виноградников. Это не вино, это столько изготовления. А это одна из самых лучших вариантов для подрастающего поколения, для молодежи.